В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Рязанские торговые ряды стали дешевле на 50 миллионов рублей. В городе стартовал отопительный сезон. Яблоки вместо пирогов. Уникальную акцию проводят рязанские врачи. В Рязанской области утвердили итоги выборов в Государственную Думу. Региональный избирком подписал протоколы, признал выборы состоявшимися, а их результаты действительными. О том, как прошли выборы депутатов в нашем регионе и об их итогах в следующем материале. Единая Россия по итогам выборов 18 сентября получила в Госдуме 7-го созыва 343 мандата. КПРФ 42, ЛДПР 39, Справоросы 23. Таковы итоговые данные ЦИК РФ, которые озвучил на заседании зампредкомиссии Николай Булаев. В Рязанской области Единая Россия получила 54,2% голосов. На втором месте ЛДПР 15,01%, что выше результата в общем по стране. Кроме того, Александр Шерин прошел в Государственную Думу. Для меня это имеет огромное значение. Каждый голос депутата Государственной Думы для партии ЛДПР очень важен, потому что это возможность решать те проблемы, с которыми к нам обращаются наши избиратели. Любая политическая партия, если она не имеет фракцию в Государственной Думе, практически очень сложно может реализовывать свои программные заявления, либо решать какие-то вопросы на местах. На сегодняшний момент можно констатировать тот факт, что баллотируясь в Государственную Думу с 2003 года, я впервые смог получить со своей командой тот результат, который позволил нам получить мандат в Государственной Думе. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва составила 47,88% по стране. Для примера, явка на выборах в 2011 году составила 60,21%. В Рязани явка составила чуть более 40%. То есть, когда у нас будет стоять КАИБы на избирательных участках, когда мы будем маркировать палец тому, кто проголосовал, и он не сможет больше одного раза, когда мы уберем вот это голосование на дому под крепительным и досрочное голосование, установить КАИБы и видеокамеры, то вопрос по поводу прозрачной высости выборов, он отпадает. Более 809 тысяч человек проголосовали по открепительным удостоверениям, что меньше, чем на думских выборах в 2011 году. Огромное спасибо всем людям, которые пришли на выборы. Сколько не пытались вот этот вброс информации давать, что голосовать бесполезно, все решено. Если бы эти люди не пришли на избирательные участки, мы бы не получили, конечно, такого результата. Огромное спасибо рязанцам, которые, несмотря ни на что, проявили волю, характер, причины избирательной участки. В Госдуму от Рязанской области прошли три депутата. Елена Митина, Андрей Красов и Александр Шерин. В составе правительства Рязанской области на этой неделе произошли изменения. По собственному желанию покинул свой пост Шаукат Ахметов. Он занимал должность первого заместителя председателя правительства региона. Место Шаукат Ахметова займет первый замглавы администрации Рязани Владимир Трушкин. Еще одна громкая отставка стала связана с именем министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Михаила Пронина. Он также покинул свой пост. Прохладная и пасмурная погода утверждает свои позиции в нашем регионе. Несмотря на то, что температура на улице держится в районе 10 градусов, отопление уже поступило в дома рязанцев. Министерство ЖКХ Российской Федерации разрешило регионам досрочно начать отопительный сезон. Ранее включать отопление можно было при условии стабильного падения температуры до 8 градусов в течение 5 дней. Так называемая холодная неделя. Этот порядок теперь отменяется. Отопительный сезон можно начинать по требованию самих горожан. Отопление не дали, но знаем, что отопительный сезон начался. Дали и все тепло, все хорошо, всем довольны. Мерзнем. Говорят, наша ЖУ-20 сегодня была, ну не знаю, инженер там, да. И она сказала, что мне нужно 100 человек для того, чтобы в этом доме дали отопление, труба полетела, да, в другом то же самое. А у меня всего несколько человек. Что я могу сделать? К отопительной системе, к сезону подготовились очень плохо. По поводу отопления дали ли вам? Нет, еще пока. А как спасаетесь? С обогревателями. Все, как написали в объявлении, точно так же и дали. Тепло, хорошо. Нет, еще. Когда дадут, не знаю. Еще нет, обещают. Скажите, как справляетесь? В смысле? Ну, с холодом. Ну, одеяло. Рюминский пруд впервые за 40 лет наконец-то почистят и облагородят. На экологическую реабилитацию водоема выделено более 40 миллионов рублей. Работы по благоустройству пруда, его набережные, а также все территории Центрального парка культуры и отдыха завершатся в 2017 году. Лесное озеро в центре Рязани – вот во что превратился Рюминский пруд за последние годы. Его реконструкцией и очисткой не занимались уже 40 лет. Здесь же расположен гидроузел, который делает существование водоема возможным. Он был построен в 1965 году. Сейчас находится в плачевном состоянии. Рюминский пруд – это на самом деле река Лыбити. Для того, чтобы водоем мог существовать нормально, трубы гидроузла должны пропускать воду, уводить ее в другое место. Они засорены. Окружающий Рюминский пруд, грузовики и бульдозеры – это не что иное, как начало работ по реконструкции гидроузла. Сейчас с помощью техники создается специальная насыпь, которая со временем пересечет весь пруд, создаст с собой плотину. И тогда подобраться к гидроузлу для его ремонта будет проще. В текущем году планируется, в настоящее время планируется приступить к следующим работам – отремонтировать основной откос плотины, восстановить головок водопропускного сооружения. Для этого необходимо построить временное сооружение, земляную плотину, перемычка, потому что работы будут осуществляться без спуска водного водоема, без спуска Рюминского пруда. План работ объемный. Помимо ремонта гидроузла, рабочие займутся приведением берегов в порядок. К ним можно будет подойти, как в прежние времена, не пробираясь через густые заросли. Вода в реке тоже станет чище. И если сейчас можно увидеть редких экстремалов, решивших здесь искупаться, то, вероятнее всего, скоро их число прибавится. Будет проведен капитальный ремонт и восстановлен донный водоспуск. Донный водоспуск очень важен для водоема, таких как пруд, потому что донный водоспуск позволяет осуществлять санитарные пропуски вод. То есть вода будет проходить по дну водоема. Сейчас же вода на дне является самой грязной. Она не циркулирует. На поверхности вода намного чище. Еще одним из этапов по очистке водоема станет изъятие донных отложений, которые будут увозиться с территории при помощи специальных мешков. Этот способ оптимален для центральной части города, чтобы прилегающая водоема территория оставалась чистой и красивой. Правда, сейчас, конечно, берега Рюминского пруда и разбиты многотонными грузовиками. Выезжают они в город в чистом состоянии. Перед тем, как покинуть объект, каждая машина тщательно моется. Мы будем и дальше следить за тем, как развивается ситуация по приведению водоема в порядок. И обязательно сообщим вам об этом в одном из следующих выпусков новостей. Торговые ряды на Краснорядской улице выставили на продажу по сниженной цене. Объявление Рязанского Минимущества опубликовано во вторник. Скидка составила более 50 миллионов рублей. Теперь их начальная цена составляет 101 миллион 578 тысяч рублей. Напомним, торговые ряды являются объектом культурного наследия федерального значения. Главное условие для покупателя – это сохранение исторического облика. Говорят, что свято место, пусто не бывает. Что никак с этим зданием в центре города непонятно. Тем не менее, торговые ряды пустуют вот уже много лет. 20 сентября Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области приняло приказ о приватизации торговых рядов на улице Краснорядской. Это не первая попытка продать здание торговых рядов. В декабре 2015 года торги были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества заявок. Тогда единственным участником торгов стал ООО «Прёхский пассаж». А в феврале и мае этого года конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. Надо отметить, что комплекс является объектом культурного наследия федерального значения и реализуется с обременением. Попробуем узнать у прохожих, как им такое запущенное соседство в центре города. Вы часто здесь гуляете? Ну да, было часто здесь. А вы вот помните, что было раньше в этих торговых рядах? Если честно, нет, живу здесь всю жизнь и, в принципе, такое наблюдаю постоянно. А вот как считаете, насколько это вообще эстетично и красиво, хорошо? Ну, если бы поддерживали в определенном, так скажем, порядке, то было бы, конечно, красиво, потому что центр города хотелось бы, чтобы поддерживали. Но как местные жители, так и власти как бы не обращают внимания, я так понимаю. А вот вам хотелось бы, что-нибудь, может быть, чтобы было здесь конкретное кафе, магазины? Ну, конкретно кафе, магазины, мне кажется, их достаточно. Ну, что-нибудь, чтобы поддерживали, конечно, что-нибудь можно было бы такое. Вы давно в Рязани живете? Давно. А вот что здесь раньше было, помните, нет? То же самое, что и на той стране. То есть вы застали этот момент еще? Да, да. А вот как считаете, вообще вот этот вот пошарпанный вид, это не портит вообще наш город в центре? Портит. Но нет хозяина толкового. Поэтому все в таком виде остается. А что хотели бы видеть здесь? Да, можно и то же самое, что там. Второвые ряды. Интересные какие-нибудь магазинчики. Пусть будет. Вы в Рязани давно живете? Достаточно. А вот помните, что раньше вот здесь было в этих рядах? Что тут было? Что тут помните? Или тут никогда ничего не было? Ну, я не знаю, когда это было. В 90-е тут вот было, это бестро, это кафе еще. А как считаете, вот это вот закрученное здание в центре города портит вид вообще нашего города? Ну, что-нибудь можно придумать, какой-нибудь там торговый рейд сделать. Вы помните, что раньше вот в этом здании было? В каком? В каких-то кондитерский магазин был от Красного Октября. Там была бытовая техника у нас на углу. Ник, по-моему, Ник или Ника. Но это было очень-очень давно, лет 10, а то как бы не больше. А как считаете, вот то, что сейчас здание в таком вот... Безобразие. Не нравится. Во-первых, центр города, как говорится, эстетики никакой из-за этого здания. Посмотрите, все зашарпанное, некрасивое. Я думаю, что здесь надо что-то сделать. Торговые ряды, торговые ряды, торговые ряды вряд ли. Может быть, что-то музей. Вот тот же Иванов, который находится в том вот здании, где Ринвестбанк. Ну, что-то интересное, чтобы люди приходили. Здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров необходимо реставрировать. На сегодняшний день стоимость производственных работ составляет 131 268 353 рубля. Еще после приватизации здания власти намерены были открыть там культурно-выставочный центр. Первоначально рязанские власти хотели продать торговые ряды за 152 с лишним миллиона рублей. Однако теперь стартовая цена составляет 101 миллион 600 тысяч рублей. В Москве в начале недели чествовали паралимпийцев, участников всероссийских соревнований по тем видам спорта, которые входят в программу летней паралимпиады. До этого спортсменов не допустили до участия в играх, проходивших в Рио. На всероссийской паралимпиаде наша землячка, заслуженный мастер спорта России Мария Богачева, завоевала две золотые медали, став лучшей сначала в толкании ядра с результатом 7 метров 42 сантиметра, а затем в метании копья, установив рекорд Европы – 16 метров 37 сантиметров. Сегодня, признается спортсменка, разочарование от того, что выступить на Олимпиаде в Бразилии не удалось, уже не такое сильное, как в первые дни, когда спортсменка об этом узнала. Разочарования большого не было, я так скажу, потому что, ну не едем, значит не едем. Волосы, что ли, на себе ради от этого. Какие у вас дальше планы? Дальше планы, я хочу отучиться на водителя, водительские права, короче, получить. Вот, дальше мы едем на сборы, продолжаем тренироваться. Сегодня уже можно смело утверждать, что Мария Богачева могла стать медалисткой паралимпиады в Рио-де-Жанейро, если бы сборную Россию не отстранили от участия. Результат, показанный ею на всероссийских играх в Подмосковье, позволил бы Рязанке занять второе место в толкании ядра. В Копье очень довольна, очень довольна, потому что у меня был рекорд Европы в 2013 году в Италии, то есть когда я только начинала дальше, я уже никак не могла на этот уровень почему-то выйти. Хотя у нас в сборной многие профессиональные тренеры по Копью, они меня учили, я себе представляла медведем, который не умеет на велосипеде кататься. Девушка отправила снаряд на 7 метров 42 сантиметра. В Бразилии победила китаянка, установив рекорд, кинув снаряд на 47 сантиметров дальше. Олимпийская серебряная медалистки из Туниса не дотянула до результата. Богачевой 56 сантиметров. На сборах как раз ко мне подошла Мария Абакова, нам с Юлией дала мастер-класс. С тех пор как будто лампочка включилась в голове и результат просто попер. Это для меня настолько неожиданно и настолько радостно, потому что оказывается у нас с Юлей все так суперски. Тренером Марии Богачевой является родная сестра спортсменки Юлия Богачева. Девушка рассказывает, что у Маши с детства был большой спортивный потенциал. В школе она профессионально занималась легкой атлетикой, но после автоаварии, которая произошла, когда девушке было всего 18, о спорте даже и не думали. Из-за серьезной травмы позвоночника Маша оказалась прикована к инвалидному креслу. Все изменилось в 2007 году, когда сестра сегодняшней чемпионки узнала о возможности тренироваться и заниматься адаптивным спортом. От сестры все терпишь. Все у Маши характер бывает такой. Иногда скверно. Да, не так свистишь, не так летаешь. Ну, я не знаю, как-то для родней, для сестры сделаешь все. Сегодня Мария Богачева – чемпионка и призерка чемпионатов мира. Рекордсменка мира в толкании ядра и рекордсменка Европы в метании копья. Заслуженный мастер спорта России. Как отметил Владимир Путин, такие спортсмены, как она, являются примером для миллионов людей. С такой волей к победе, волей к жизни и стремлением добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. Представители Общероссийского народного фронта провели мониторинг по обустройству врезания пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и выяснили, что большинство из них имеют недостатки. Ямы на проезжей части, стертая разметка, ограниченная видимость дорожных знаков, отсутствие светофоров – это только часть выявленных нарушений. По факту же, некоторые пешеходные переходы в центре города являются небезопасными для жизни. Видите пешеходный переход? Скорее всего, нет. А он там есть. Дорожные знаки перехода спрятаны за деревьями. Водители не сразу могут их заметить. Подъезжая ближе, просматривается зебра. И только уже возле нее из-за веток начинают появляться знаки. Припаркованные машины тоже закрывают обзор. Водители не видят пешеходов, стоящих на тротуаре. Подобных мест в городе достаточно. Водителям нужно помнить об этом и быть всегда на чеку. По возможности замедлять движение и лишний раз посмотреть, не выйдет ли кто-то из-за машины. Просто летают все как дебилы. И некоторые останавливаются, некоторые могут не остановиться. Сбить могут. Ну это очень проблематично. Надо специально идти. Приходится. И они только тогда останавливаются. Пешеходы говорят, чтобы перейти дорогу, нужно начать идти. Иначе автомобилисты могут либо не остановиться, чтобы пропустить, либо не заметить, что человек желает перейти дорогу. Среди пешеходов, конечно, есть и водители. Они часто также страдают от неудобных ситуаций на дорогах города. Иногда делают пешеходные переходы на повороте сразу. И не видно, когда ты едешь, не видно пешехода совсем. То есть ты смотришь, как бы тебе проехать, не проехать. И еще надо посмотреть, идет ли там пешеход. Поворот на Кремлевском валу как раз относится к такому опасному месту. Здесь ненадежно чувствуют себя как пешеходы, так и водители. Но к этой зоне опасности горожане в основном привыкли. Люди переходят дорогу внимательнее, машины едут аккуратнее. Но может случиться и так, что сюда попадет приезжий, не знающий, насколько опасен этот поворот. А это место и вовсе однажды привело к трагическому исходу. Два года назад молодой человек, управляя Ладой, сбил сразу трех женщин. Одна погибла на месте, другие получили серьезные травмы. Сейчас обстановка на этом перекрестке остается напряженной. Большой поток, ограниченный обзор. Для автомобиля автошкол это и вовсе запрещенное место. Иногда машинам приходится двигаться на этом пешеходном переходе, завершая маневр, как только его перейдут люди. А ведь другие могут выскочить на дорогу неожиданно. Бывает в нашем городе и такое. Да, человек явно не может передвигаться вертикально. Но и для этого маршрута он выбрал даже не пешеходный переход, а проезжую часть. Так что водители, будьте внимательны. В Рязани можно столкнуться с любой экстремальной ситуацией. Выезжая на дороге города, помните, люди могут появиться на проезжей части где угодно, даже перелезая через отбойники. Но особое внимание нужно уделять пешеходным переходам. Это в первую очередь ваше здоровье, нервы и здоровье окружающих вас людей. Пешеходы также будьте более бдительными. Пользуйтесь только пешеходными переходами. В разгаре яблочный сезон. В эти дни душистые спелые плоды присутствуют на каждом столе россиянина. Врачи, кстати, советуют съедать не менее двух яблок в день, особенно осенью, чтобы укрепить иммунитет на всю зиму вперед. В нашем городе уникальную яблочную акцию проводят специалисты Центра здоровья при поликлинике АКБ. Ее девизом могла бы стать популярная шутка среди девушек, соблюдающих диету. Хочешь есть – съешь яблоко. Не хочешь яблоко – не хочешь есть. Слово Ани Герцовской. Каждому человеку нужно съедать в день полкилограмма фруктов и овощей. Эта рекомендация была озвучена Всемирной организацией здравоохранения. В ходе акции возле Центра здоровья в Канищево рязанцам предлагали яблоки и груши. Бесплатно вместо пирожков. Пирожки, в принципе, не могут являться здоровой пищей. И вообще они не могут быть альтернативой фруктам. Потому что в пирожках, может быть, к сожалению, для многих нет ни витаминов, ни микроэлементов, ни клетчатки такой необходимой для нашего кишечника. То есть сейчас уже всеми врачами признано, что иммунитет – это в первую очередь здоровый кишечник. А клетчатка, которая содержится в большом количестве, ну практически только в овощах и фруктах, это питательная среда для нашей микрофлоры. Съесть 500 грамм фруктов и овощей нетрудно. Это либо три любых фрукта и два овоща, либо наоборот. Доктора поликлиники внесли свой вклад в здоровье горожан. Каждому они предоставили практически дневную норму фруктов. Людям останется съесть еще один любой фрукт. Я рекомендую фрукты и овощи как отдельный перекус. То есть не нужно смешивать их с основным приемом пищи, нужно их отдельно между приемами пищи кушать. Например, замечательный перекус будет, если вы съедите яблоко, грушу и банан. А овощи уже доберете, допустим, в следующий перекус, либо они у вас пойдут гарниром к основному блюду. Когда вы перекусите, что вы хотите съесть больше? Ну, больше, наверное, яблок. А яблок, наоборот. Пирожки не хотите? А то многие любят. Нет. Больше все-таки на овощах. И он с соседкой делюсь кабачками. Ну да. Ой, как рад. Скажите, а почему вы до этого уже яблочек купили? Купили яблочек? Почему мальчику? Купишь яблоки? А к пирожкам как относитесь? Нормально. Да? А вы знаете, что в них нет вообще ничего полезного для нас? Знаю, но они вкусные. Пирожки, ну, в нашем возрасте уже, чтобы не полнеть, я пирожки не ем. Вы молодец. Лучшим перекусом, по мнению докторов, может быть яблоко, орешки и сыр, съеденные вместе. Тогда и чувство сытости приходит, и питательные вещества в большом объеме поступают в организм. Это сразу клетчатка, растительные жиры и микроэлементы магний, кальций. За время проведения акции я заметила, что за яблоками подошел практически каждый прохожий. А вот пирожки купили всего лишь 5-6 человек. Оказывается, граждане как будто чувствуют, что нужно их организму. Возможно, тело само подсказывает, что ему необходимы фрукты и овощи, а не пирожки. Ведь от перекуса пирожками нет никакой пользы. Доктора называют это блюдо пустышкой. 150 миллионов лет назад на территории Рязанской области было теплое тропическое море. К такому выводу пришли ученые, которые извлекли из карьера в Михайловском районе останки динозавра. Летом этого года на территории Михайловского карьера на глубине 55 метров в слоях глины юрского периода была найдена уникальная археологическая находка. Коронка зуба очень большого динозавра. Найти что-либо ценное, найти останки древнего крупного существа чрезвычайно сложно. Вот всем известен тираннозавр Рекс, которого показали в фильме «Прогулки с динозаврами» или «Парк юрского периода». Но на самом деле его скелетов цельных найдено раз-два и обчелся. То здесь зуб найдут, здесь его позвонок. И вот таким образом собирают пазлы из цельных скелетов. Каждая находка – это чрезвычайная редкость. Ученые долго работали с артефактом и пришли к выводу, что этот зуб может принадлежать морскому ящеру Леоплевродону, который обитал в теплых морях 150 миллионов лет назад. Находка датирована Кейловерским веком юрского периода. В итоге удалось определить, зуб действительно принадлежал Леоплевродону – гигантскому морскому хищному ящеру. Программная реконструкция показала, что размер морского ящера мог достигать от 15 до 28 метров. Тогда это был доминирующий хищник теплых морей. Получено настоящее доказательство, что Рязанская область 150 миллионов лет назад не просто была дном теплого тропического моря. Здесь действительно плавали настоящие громадные 20-метровые динозавры, зуб которого одного из них и был найден под Михайловым. Также это открытие говорит о том, что 150 миллионов лет назад на территории Рязанской области было большое тропическое море. Это объясняет плоский рельеф Рязанской области. Но почему Рязанская область плоская? Потому что она неоднократно была дном моря. Если горную систему опустить на морское дно, то за миллионы лет ее перекроют слой за слоем. Горизонтально лежащие отложения известняки и пески, глины. Если ее равномерно приподнять, как стол, то мы получим плоскую равнину. Рязанская область представляет для археологов большой интерес. Именно здесь глины юрского периода подошли к поверхности земли очень близко. Поэтому необходимо уделить большое внимание защите археологического наследия Рязанского края. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Нольведенской». Субтитры создавал DimaTorzok